На тематических конкурсных площадках, органично вписанных в ансамбль музея-заповедника, участники слёта совершенствуются в военно-прикладных видах спорта. Сегодня у нас участвует 160 детей, 16 команд по 10 человек. Это все общеобразовательные учреждения Прохоровского района представили свои команды. Ребятам предстоит пройти 19 этапов, 19 конкурсов. Это и строевая подготовка, и разборка-сборка автомата, стрельба из мематической винтовки. Метание гранаты Ф-1, знание осколочных боеприпасов, мин. Конечно, снаряды учебные, муляж. Помимо этого, организаторы подготовили ряд конкурсов на знание истории Курской битвы, тактической медицины и противохимической подготовки. Глядя на задор молодого поколения, даже глава районной администрации решил проверить свою меткость. Я очень удивлен скорости разбора-сборок автомата, особенно девчонки. Те, которые вроде бы не сильно должны были этим заниматься, мы видим, я так сейчас уже не смогу. Уже, наверное, устарел. Такие состязания – это проверка на сплоченность и взаимовыручку, говорят участники. А еще – полезные навыки. В нашей команде у всех уже подходящий возраст к 18-летию. Кто-то в армию пойдет сразу, может кто-то учится, но в любом случае в жизни пригодится это все. Я считаю, что наша команда держится хорошо, справляется практически со всеми заданиями хорошо. И думаю, мы в таком же ударе пойдем дальше. Мне понравилось испытание, на котором мы бежали с автоматами, с касками. Ты вот бежишь, увесит автомат у тебя на спине, слева у тебя противогаз, каска на голове, и ты вот прям ощущаешь все это. Слез завершился награждением победителя и полевым обедом, за которым дети выстраивались в очередь. Что ни говори, четыре часа на свежем воздухе без смартфона в руках творят чудеса. Влад Калинин, Александр Поддубный. Программа «Такой день» на Мире Белогорье.